геймеры всех приветствую это видео про xbox one x 2024 году гейминг который от покупки пушные консоли пример там 16 18 тысяч рублей плюс подписка xbox ultimate еще за 4000 рублей в принципе где-то 20-22 тысячи рублей и что мы в двадцать четвертом году получим вот в этом видео разберемся что она может что она не может добро пожаловать с вами ряд прожимать и лайк и пишите комментарии как вы думаете стоит ли покупать xbox one x в 2024 году и кому это вообще нужно вот она настоящая капсула времени спустя столько лет можно смахнуть пыль с геймпадом и особенно с xbox а посмотрите что здесь происходит сейчас мы будем приводить в порядок потому что консольки нужно дать вторую жизнь это xbox one x добро пожаловать кстати очень тяжелая то есть чтобы не соврать то есть в ней наверное килограммов очень много даже playstation 5 здесь рядом не стояла и вес консоли без геймпада составляет 3 килограмма 700 грамм ничего себе настало твое время сейчас моя так вот сразу зачерним смотрите как обновим да прикиньте 3 килограмма 700 грамм офигеть это вот настоящая тяжелая штука на данный момент 2024 год one x можно найти по цене где-то примерно бушную 20000 рублей но там плюс-минус да то есть на площадках и ты получишь принципе консоль то восьмого поколения то есть предыдущего и встает логичный вопрос а чё к примеру купить час xbox series с консоль нового поколения или предыдущую примеру one x но сбегая сразу наперед скажу что конечно же лучше если вы рассматриваете консольку то берите series с это будет логичнее и намного лучше и производительнее вот так вот самая главная тема почему к примеру не стоит данную консоли осматривать к покупке если у вас ее нету то это уже не выход новых игр именно на платформу скажем так план да то есть на консоль предыдущего поколения то что будем честны если соответственно выходит как новая игрушка то она выходит уже на series с и x поэтому series с наш все по фишкам которые ты здесь не получаешь а получше примеру есть там выбираешь series с это пример это мгновенное возвращение в игру как резюме называется моментальные загрузки трассировка лучей более высокую частоту кадров там до 120 fps а вот примеру в one x и к сожалению этого ничего нету ну что старичок добро пожаловать в 2024 год не стоит забывать что киллер фичи на данный момент примеру one x является то что он поддерживает диски а series с не поддерживает и вот встает вопрос покупаешь то series с и ты вынужден в принципе довольствоваться цифровым контентом то есть покупать их в цифровом виде и потом ты это никуда в принципе не денешь в то время как до сих пор ну да новые там знаешь окей hogwarts legacy возьмем да то есть до сих пор можно купить версию диска для серии one и все равно ты понимаешь что в принципе не такое плохое устройство потому что ты получаешь не просто игровую консоль а как бы мультимедиа центр потому что у тебя есть привод куда можно ставить любые фильмы и в принципе смотреть и это консоль поддерживать 4к не все так плохо хотя это видео не совсем про знаешь там сравнение series с и one x в двадцать четвертом году но она сама по себе значит навеивает такую мысль что для тех кто не рассматривает покупку прям супер миг на консоль там не за посты чем 5 slim либо там series x то есть варианты еще playstation 4 примеру есть xbox one там x до сих пор это бесспорно прикольное решение потому что для людей кому нужно именно вставить диск может быть у тебя есть какой-то диск знаешь 2 или там с фильмом ну то есть мультимедиа центр до больше разъемов памяти больше один терабайт нифига себе ты уже получаешь 1 терабайт памяти для кучи игр возможно ты не тянешься и не стремишься к супер мега производительности потому что если нужна конечно производительность на быстрой загрузки то это series s а тут получается игр можно на дисках покупать ну в принципе можно эту же самую подписку оформить можно и цифровые копии покупать да и в принципе получишь ну плюс минус там знаешь такое же изображение потому что все таки нацелена консоль к на 4к но картинка будет достойная ладно вернемся к нашей вам x и так консоль до сих пор актуально хотя многие скажут опять же запустите про паст ген но если чуваку понимаешь опять же вот блин диски 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 да и как бы цена сейчас там 20 тысяч рублей можно купить буш ну да в принципе можно за 22 уже где-то 23 найти series s вообще новый но там 512 гигабайт памяти ну количество памяти конечно обламывает сервис с потому что вот ван x блин вау один терабайт можно накачать фиг знает сколько знаете та самая разница по контролерам и вообще минимальная потому что у меня есть и ван x и сервис x и знаешь отличаются я их могу конечно закрытыми глазами отличить более шероховатой поверхностью на контроллере от новых девятого поколения консоли вот но внешне так кощенька ничего не поймешь ну конечно вообще лучше все купить ultimate контроллер о да конечно неоспоримое преимущество контроллеров от xbox в том что они работают но изначально на батарейках у здесь отсек в которых представляешь батарейки он и ребят блин знаете батарейки денег не знаю меня контроллер от series x батарейки не менял ни разу к сожалению или к счастью вот в то время как dual сенс от playstation нужно заряжать на этом каждые два-три дня блин насколько ты играешь часто но здесь конечно дело уже на любителя ну как уже много раз говорил что вот эта штука те эмоции не дарит в то время как контроллер от playstation это прям вообще кайф так что но вот эта тема неплохая знаешь проверенное временем батарейки вставил даже обычные можно аккумуляторные и вообще и забыл работает очень долго ну соответственно вибрации все дела есть вот и можно еще подключить сюда обычные наушники и как можно сказать без проводов консоли играть но стандартная тема также стоит упомянуть что если ты выбираешь консоль предыдущего поколения то такие новинки к примеру как к примеру alan wake 2 если он тебе не нужен то при себе нормально потому что его для xbox one нету ну какой-то не знаю робокоп новый да тоже нету даже resident evil 4 ремейк то есть игрушка стали но ремейк тоже уже нету поэтому насчет каких-то прям новинок то здесь все проезжают мимо нужно это тебе или не нужно но за 20 тысяч рублей то есть 16 18 тысяч рублей покупаем примерно авито консоль плюс оформляем подписанку и в принципе получаем доступ к множеству игр которые мы можем установить играть покупать примеру диски играть с дисков и так далее то есть это скажем так не самый крутой гейминг который может быть на свете что знаешь у тебя нету новинок но он бюджетный то есть это реально бюджетный вариант потому что ты получаешь доступ к колоссальной базе и игрушек и xbox 360 и xbox one ну и конечно же какие-то новинки выходят но не все вот так что здесь такие знаешь тоже качели начинаются хочу сказать еще раз что вот по меру я человек который да у меня есть пока я могу поиграть на компьютерами из playstation то есть какие-то новинки выходят вот алан века и вообще прошел на компьютере xbox one x понимаешь до сих пор да ты захочешь он тебя в подписке атомик хард пожалуйста всякие battlefield бэтмен и ассасин скрида и так далее то есть этого полно всего но новых игрушек здесь конечно нету вот начнем с этого но если ты никогда не играл в эти вполне себе ребят для времяпрепровождения сойдет вообще за глаза реально но не стоит забывать все таки о том что опять же это прошлое поколение если ты берешь зазором на будущее то лучше серия сказать взять в принципе подводя итог по видосу смотрите знаешь до двадцатки консоль купить реально бушную соответственно то что новый не продают игрушек полно новые которые выходят они половина даже большинство из них сейчас не будет поддерживать one серию поэтому на какие-то супер мега новинки рассчитывать не стоит поиграть в то чтобы забить время вообще прям с головой вполне себя ребят сойдет у нее классный дизайн потому что мне нравится что она знаешь как playstation 4 то есть прямоугольная классная маленькая тоненькая поставил ее потерек все потому что новые бандуры конечно вот неудобный playstation 5 slim хоть то же самое поменьше но вот эти вот формы непонятные то подставника поднялка это уже непонятно xbox series x дизайн классный блин квадратный но вот эту башню и тоже нужно куда-то девать то есть новые консоли киши здоровенные это one x офигенный 4к картиночку то получишь конечно производительность не такая будет крутая но все равно то есть суши гейминг вообще офигеть как игровая консоль такая скажем бюджетная вообще шикардос памяти полно диски можно вставлять в фильмы можно с них смотреть если старые дисочки есть в умной не покупать пожалуйста можно подписочку оформить тоже можно разъемов полно чё еще нужно для жизни вот как контроллер живет офигеть как долго ребят все обновления приходят до сих пор все супер поэтому xbox one x до сих пор имеет право на жизнь но для ограниченного круга лиц кому это нужно особенно бюджетный гейминг либо какие-то вот значит такие штуки дисков которые не готовы платить и покупать серия с их с новой но если же ты ждешь прям супер мега новинки то welcome в девятое поколение консоли вот ребят хочу вам сказать спасибо что досмотрели видео до конца с вами был реп подписывайтесь на канал и приводит с вами сил давайте пока